здравствуйте друзья мы снова возвращаемся к светланиному строительному проекту в городе сеневел вы видите заборчик культурно обнесли пойдем внутрь сейчас все посмотрим вы видите что так ворот особых нет вот идет идет процесс разборки да как-то доски выдирают контейнер складывают уже несколько контейнеров таких наломали дров до 3 вот ну пришедшая в запустение землица фронт-ярд свет ты скажешь пару слов о проекте да вот мы так это лихо начали получать пермиты в апреле месяца в сити в городской не пермит на пленни департменте в борзе каузер столько было радости да все так легко и только вот сейчас в итоге с почта yes would you mind мы зайдем через кухню тут есть сбоку вход зайдем через кухню так что свет мы получали пермиты дольше чем собирались это делать так а в чем собственно проблема была так что дело в том что мы хотели изначально чтобы этот дом числился как ремоделинга эдишен да чтобы не платить налоги которые платятся с нового дома который гораздо больше там есть много всяких деталей но как это классифицировать и как подать документы чтобы у нас такой красивый план был мы все время его показывали игры если смотрите мы достраиваем он будет выглядеть как новые на на самом деле ничего подобного они посмотрели что нет это новый дом нам пришлось переделать я говорю хорошо да а какой критерий нового дома и старого они говорят построить его посмотрим с одной стороны на defensa на не говорят вот если наш инспектор придет и он выличный это новый дом вот посмотрим то увидеть что это новый дом значит будет новое если посмотрит вышла ставит его старой получается ерунда полная потому что Это самое Мы сейчас вынуждены строить Новый старый дом Который будет вынужден Покажи на той стороне улицы Это старый дом И практически Мы должны построить Ну ничего страшного Ты знаешь, что мне напомнилось Вот этот анекдот, как лектор Читал лекцию про Баму А человек спрашивает В свое время А человек спрашивает А что, говорит, там две колеи или одна И тот говорит, ты понимаешь, сейчас никто не знает Потому что большой тоннель строят И копают с двух сторон Если сойдется, будет одна колея А разойдется, будет две Ну это понятно Но во всяком случае нас вынудили Мы переделали все чертежи И сделали вот такой вот старый дом Он будет новый внутри Будет внутри высокий потолок Но у них требования И вообще тут никакие нюансы Это никто не знает Это делается специально в секрете Чтобы никто не знал Как построить Значит, это держится в секрете Но внутри будет красиво А снаружи будет вот как у всех А чтобы потом не задавали вопросы Что же вы такое настроили Это будут Жигули с мотором Мерседеса Пошли внутрь Ну что, друзья Вот весь дом Можно сказать, просвечивается Остались одни Старинные, можно сказать Рамы вот эти вот Света, какого возраста Вот это вот дерево Это вот 1956 год На самом деле Какой год? 1956? 2005-1956 Но дело все в том Что, посмотрите, какому факту оно наше столе 60 лет дереву И на самом деле Даже жалко Мы постараемся не ломать Потому что мы его ломаем Потому что оно не термитов Нет, оно сухое Там что-то было в стене Давай Потому что дом очень старый Да? Но те люди, которые жили до этого Они решили сделать изоляцию в стенах И вот эта вот штука Она напыляется воздухом Прямо через отверстие Я понял Вот этот паркет, который лопатой царапает Он нам не нужен? Нет, он нам не нужен Это тот самый Это уминированный пол То есть он уйдет Значит, ну хорошо Итак, это то, что было Мы видим вот какое-то пространство То, что прям Если что было, то и останется То есть, не потому что добавится вот это место Давай посмотрим вот это место Пыльно Пыльно Вот Есть еще вот это место Давайте я, может быть, его покажу вот так Вот там была улица Вот тут стоит контейнер Здесь как бы автомобиль заезжал раньше сюда Гараж был на одну машину Это вход в гараж Вот эта дверь А вот тут Вот это помещение Вот это помещение Такой, можно сказать, дворик Венецианский Там с паутиной Кто-то из бывших жильцов Так вот положил доски Просто положил И сверху какую-то вот такую Нет, там рама Фигню Ну хорошо, рама Вот это станет частью дома, да? Да, центральной частью дома Вот здесь, где ты стоишь, будет кухня Так, значит, вот тут, друзья, будет кухня Да, кухня там будет Слушай, а что вот это Там как бы соседский забор уже, да? Ты знаешь, что? Вообще-то это говорят Очень интересно Потому что Я вообще не уверена Если там забор И не сразу Нет, нет, нет Там какой-то забор И как-то дранг там стоит Ну как же Нет, нет Ну вот это же забор Вот, вот Вот этот забор Да, это же не забор Это же нам разобрать надо Нет, нет, послушайте, все А мы это разбираем Да А за этим может не быть забора А может не быть забора То есть, они нужно ставить забор Ну да, никто не Слушай, такое ощущение, что тут халиточка какая-то была Ну вот они, да Я понял Это был проход Который они забили И, значит, проход был в бэк-ярд Я понял Они забили проход И сделали из него типа кладовочки Сейчас мы Так О, точно Точно, так и было Ой, мам, а Тут паутина Паутина тут Паутина снялся, да? А? Паутина снял, снял, да Вот это был просто проход Который они вот так перегородили Ну вот забор же есть Это же забор вот справа Там-то его нет Там его Понять сложно Понять сложно Нет, там осталось уставить В общем, друзья Тут есть чем заниматься Есть Есть чем заниматься Здесь прекрасные растут лимоны Может быть, нам в офис там сорвать парочку Лимоны И тут еще Были привиты какие-то крупные такие Типа Грейпфрутов Вот там наверху они красавцы такие Видите, вот там лимоны А вот эти огромные, про которые я говорил Вот они там висят Видите, вот они Вот они огромные Такие Помелы такие, да? Вот, друзья, я взял Сколько-то лимончиков Ой, слушай, а это что? Это тоже лимоны? Лимоны Это только они зеленые какие-то Прям как дички какие-то Слушай, вообще желтых нет Но это дерево останется, а будет, и уйдет Да, это дерево У этого дерева есть шанс остаться Так, о планах Да Скажи примерно Вот Они сейчас там посносят Вот то, что они сносят Да И что будет? Значит, вот сейчас Где человек в окне Да Это одна мастерскальня Она выдвинется вперед Там, по-моему, на Шесть футов Вот где-то На шесть футов Почти два метра Да, вот примерно То есть вот сюда уйдет На два метра уйдет сюда стена По-моему, на шесть футов Так, дальше Все, остальной фасад Останется какой есть То есть То есть Выдвинется вот только там Вот эта часть Не будет выдвигаться Нет, ну вот вместе с этим Вот маленьким Вот с этим окном Только вот то окно останется Понял Вот то окно остается Да А вот это маленькое Это санузел или что там? Ну, это неважно уже Что нам будет Оно выдвигается вперед А вот эти вот все Педени Вот это электрические Электрические Все Они пойдут вот на ту стенку Ага Ну что же, ладно Ну, она останется Вот крыша так останется Как она есть Ну, в смысле мы ее заменим Сверху-то Да, но я имею в виду Общий вид То есть никаких вот То, что было на красивый Архитектурной красоты Не появится Нет, вот все то же самое Остается Ну, старый дом Хотите Давай так Вот с точки зрения Изменений Которые можно будет Зафиксировать на камеру Вот когда в следующий раз Мы можем подойти И сказать Вот, видите, изменилось Ой, ну послушай Тут каждый день Ну, как убрали Все Разобрались Там же крышу Нужно разбирать всю Крышу? Да А что? А, стропилы менять будут? Ну, смотри, да Это же весь поезд Потому что Это дырка Которая там есть То есть вся фишка В этом Так Так Так, это гараж На одну машину А гараж так и будет На одну машину? Нет, гараж на вверх Дело в том, что сейчас Видишь, вот крыша идет Вот она поднимается вверх А потом пускается вниз А дальше Это дырка А там дырка Да, там дырка Так, а теперь нужно Вот эту крышу Да Сделать так Чтобы она закрывала Вот эту дырку тоже То есть вся структура крыша Я понял Я понял Вся структура крыши Должна изменить Она будет у меня такой же Слушай, удивительно Вот как это дерево стоит Ты знаешь Просто восхищение вызывает Потому что жалко это все ломать И мы ломать это не будем Потому что оно в прекрасном состоянии Вот так, где можно ломать Мы не будем Да Посмотри, потолок вообще Потолок просто золото Это все красное дерево И у термителей не дают Это красное дерево Это перевод слова Redwood А по-русски это секвой Это все из секвой Посмотри, вот под крышей Да, вот панера лежит Да, да Как будто вчера делали Да А ему 60 с лишним лет Нет, я хотя думаю Эту панеру перекладывали Ну, может быть, перекладывали Мы не знаем Ну, вот то, что вот эта вот структура Вот деревянная Ей 60 лет Ее никто не перекладывал Сейчас нам Светлана расскажет Что будет на фронт-ярде Давай Ну, знаешь, как это Расскажет на пальцах На пальцах Конечно, надо смотреть на планы Но дело в том, что тут довольно большой Вот это То, что у нас называется Глубина Сетбэк Да И разрешается по стандартам Иметь 20 футов Причем мы не должны Вылезти вперед Дальше, чем вот этот дом Ага То есть мы не должны выйти за уровень То есть мы можем нашу стену дома вынести Но не больше, чем вот это То есть Подожди А вот не то, что соседний дом Он там немножко еще Это я уже у них спрашивала Нет, соседний почему-то нельзя Вот этот можно А вот этот можно Значит, мы смотрим На наш дом Тут метра полтора-два Да Можно вот сюда вынести Ну оно уйдет практически на всю стену Так ты говори в камеру Значит, вот там, где сейчас контейнер стоит Там будет гараж на две машины, да? Понял, то есть дырка закроется И будет дверь в гараж Да, поэтому вот эта часть немножко уменьшится, да? После гаража будет входная дверь Ага Ну и здесь уже будет то, что будет В общем, оно выйдет вперед Вот сюда почти Слушай, то есть эта стена тоже уйдет? Да Ну там маленький кусочек, а здесь побольше Ну да Но у нас основной прирост этой жилплощади, конечно, лишь для того, что мы дырку закрывали Хорошо, но все-таки мы дырку закрыли раз, стену выдвинули два И с той стороны тоже выдвинули три Значит, какая площадь дома сейчас полезная? Сейчас где-то тысяча, ну считай, сто квадратных метров Без гаража Тысяча скверфутов без гаража Так, будет А будет, без гаража будет почти две тысячи Вау Тысяча девятьсот Окей, и плюс еще гараж на две машины Плюс гараж на две машины А сейчас гараж на две машины И это на участке там пять с половиной соток? Ну где-то так, да Ну что же, Свет, мне кажется, это должно быть что-то очень шикарное Нет, ну дом в одном уровне 1900 сверхфутов, да? На четыре спальни Это очень приличный дом Это на все спальни очень хорошего размера Поясни про... Поясни для наших зрителей Вот в одном уровне, в двух уровнях Потому что многие думают, что два этажа это здорово Ну кому-то нравятся два этажа Мне звонят, я должна ответить Давай В чем прелесть дома в одном уровне? Нет, ну послушай, это на любителя, да? Да Мне два уровня дома сейчас не нужно Потому что там ступеньки Во-первых, во-вторых, они забирают площадь от дома На одном этаже и на втором этаже, да? То есть... В лестнице забирают площадь? Во-первых, прохладнее Это все трейдов, знаешь, это... Но кому как нравится, например, там люди помоложе, которым нефиг делать там бегать по ступенькам туда-сюда Это одно удовольствие Они говорят, ой, детей там запихали наверх и все, и внизу уже все водят У нас такой проблемы нету Мы уже хотим, чтобы это было в одном уровне Но в целом, когда ты выходишь на рынок и хочешь что-то купить, то, допустим, на одном и том же участке земли, если у тебя дом той же площади, но два этажа или один, то тот, который один, как бы более желанный получается Я думаю, что это чисто такая демографическая ситуация, да? Да Что вот сейчас у нас Америка сильно стареет, и все эти baby boomers выходят на retirement, да? Бывшие, да И этих всех домов в одном уровне их просто мало Вообще мало домов, потому что они уже такие баснословно дорогие Ну да Что они очень... А человеку постарше не хочется два этажа А человеку постарше два этажа не хочется Я думаю, что пронят время, например, еще следующие 20 лет, да? И эти одноэтажные дома, они будут вообще на резулке, потому что строят-то молодые, а не старые, да? Они покупают, у них энергии много, они строят два этажа А они смотрятся красиво, вот, двухэтажный дом смотрят, совершенно другое дело Ну да Они чисто внешне намного эффектнее смотрятся, чем они Да, да, красиво Вот, сейчас вся эта улица старые дома, поэтому они одноэтажные Но по мере того, как люди перестраивают, да, и строят два этажа, это будет все уходить Все-таки строят много двухэтажных Много строят, да Ну, во-первых, два этажа... Дело в том, что у нас же земли тут нету, да? Свободные, поэтому, если, например, какой-то девелопмент скупает несколько домов И делает застройку, да? То есть То они норовят участки нарезать поменьше И когда они нарезают участки поменьше, то никакой другой возможности нету построить дом в одном уровне То есть это только если у тебя участок пять суток и больше Но если ты индивидуальный застройщик, он просто один дом на своем участке снес и другой поставил Да, и тогда будет больше, вот вы видели, что у нас тоже этого бахьярда не так много и здесь тоже не так много С другой стороны, а сколько его нужно? Ну да В этих домах там вообще один вот такой вот... Нет, ну люди хотят бассейн, люди хотят беседку Нет, бассейн нет, а беседку здесь можно поставить и там можно поставить, но там мало площади, чтобы сделать в одном уровне вот такой дом В том дальнем доме? Да, конечно Ну что же, Свет, спасибо И мы до следующих репортажей тогда, да? Да, да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!